Вероприятие формата «Кузлого стола» сразу представлюсь. Веселий Михайлович, являюсь членом Совета Общественной Палаты Новгородской области, и мои коллеги из состава рабочей группы по контролю за избирательным процессом выступили с инициативой проведения этого мероприятия и подписания дальнейшего соглашения. Значит, в двух словах кратко скажу, что сегодня у нас присутствуют представители средств массовой информации, представители партий, общественные представители, а не представители исполнительной и законодательной власти. Не будем перечислять, я думаю, все лица друг друга знакомы. Значит, круглый стол у нас носит название «Новгородская область, территория честных, выборов», и это мероприятие, один из этапов участия общественников в выборном процессе на территории Новгородской области. Было проведено заседание рабочей группы, принято решение инициировать подписание соглашения за честные выборы. Значит, всем раздали раздаточный материал, попросим вас ознакомиться с этим материалом. Ну, и напомню вам в двух словах, что подобное соглашение уже было подписано на территории Новгородской области, а в предыдущем выборном процессе, в котором участвовали. Соглашение, которое у всех, да, у нас сегодня представители политических партий для движения, есть предложение подписать это соглашение, но прежде чем подписать, хотелось бы озвучить основные пункты, которые указаны в этом соглашении. Если хотите, я сделаю это услугу. Вкратце, здесь их всего 9. Мы не же подписавшиеся, исходя из международных стандартов, принципов, и норм демократических выборов, принятых в Российской Федерации. При проведении избирательной кампании следовать принципам и нормам демократических выборов. Это первое. Второе. Способствовать проведению свободных, честных, справедливых выборов на основе принципов открытости и уважения ко всем участникам избирательного процесса. Номер три. Руководствоваться на предстоящих выборах нормами действующего законодательства Российской Федерации, использовать только правовые инструменты разрешения избирательной споры. Четвертый пункт. Не допускать использования противоправных технологий, распространения достоверной информации и заведомо ложных высказываний в адрес политических партий и других участников избирательного процесса. Пятый пункт. Не применять грязных, в кавычках, избирательных технологий, не использовать, в кавычках, так и замеченный пиар, не распространять и не размещать информацию и материалы, порочащие честь и достойство кандидата. На всех этапах избирательных кампаний должен осуществляться широкий общественный контроль с участием в средствах массовой информации, некоммерческих и других организаций. Седьмой пункт. Способствовать распространению и применению принципов и нормы демократических выборов среди всех участников избирательного процесса. Восьмой пункт. Мы категорически против использования различных методов призыва гражданам воздержаться в голосовании, так как прийти на избирательные участки и сделать свой выбор – это гражданский долг каждого жителя Новгородской области. Мы призываем все общественные организации, политические движения Новгородской области подписать настоящие соглашения. Скажу вам так, этот продукт – результат труда общественников за последнее время. Значит, за последние месяцы проведены мероприятия, как я уже сказал, создана рабочая группа, которую возглавляет Святослав Андреянов, член Совета Общественной палаты Новгородской области. Он здесь сегодня присутствует с нами. Значит, кому интересно, в марте 14 августа была встреча членов Общественной палаты с руководителем рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю над избирательным процессом под председательством господина Григорьева. И 28 августа прошло заседание рабочей группы по контролю за избирательным процессом Новгородской области. Ну и, соответственно, выбран председатель, и инициировано проведение данного мероприятия, где круглого стола. Значит, вы ознакомились с девятью пунктами. Поэтому здесь, так скажем, выждены все пожелания и предложения всех тех, кто участвовал в создании этого продукта. Не вижу смысла перечислять присутствующие партии и те, кого нет. Единственное, скажу вам, что по тем иным причинам есть объединение партий, которые не присутствуют. Но мы надеемся на то, что они примут участие в дальнейшем. И мы оставляем за ними право после проведения мероприятия еще подписать наш документ и поучаствовать в жизни общества и выборном процессе в Новгородской области. Несмотря на то, что многие из них считают, что они сошли, как они говорят, с дистанции. Я считаю, что никто из нас не сошел с дистанции. Все мы, жители Новгородской области, мы все должны принимать участие в жизни нашей области. Если кто-то хочет высказаться по этому поводу, здесь никто не препятствует. Вот, просит слово Сокослав Игоревич Андреянов. Передаю его слово. Спасибо, Олег Алексеев. Хотел бы обратиться к уважаемым присутствующим по поводу того, чтобы не сложилось впечатление, что наша работа, наша рабочая липа только то и дело, что это соглашение вырабатывало. Нет, в конце расскажу, что было сделано. Ну, во-первых, у нас уже с начала сентября действует горячая линия по контролю за выбором губернатора Новгородской области. Любой житель области, кто имеет информацию о имеющихся нарушениях в ходе избирательной кампании, может позвонить по бесплатному телефону, который неоднократно уже звучал средством массовой информации. Также мы эту информацию донесли через баннеры, расположенные на сайтах газеты «Новгородские ведомости» и «Ансианта и Ньюз». Планируется запуск проекта с телефона горячей линии с форумом умных людей. Кроме того, мы уже заканчиваем, как я понимаю, здесь есть коллега Словецкий, он член нашей рабочей группы, заканчиваем работу над изданием брошюры для наблюдателей, общественных наблюдателей за выборами. Брошюра не будет дублировать ту брошюру, которую выпускает наша избирательная комиссия областная. Кроме того, я сам лично принимал участие уже в двух мероприятиях в Центральной избирательной комиссии. В октябре планируется крупное мероприятие, посвященное как раз позитивному опыту участия общественных объединений и общественных наблюдателей на выборах в России. То есть, работа кипит и очередное сегодняшнее мероприятие. Это вот такое вот письмо. Как справедливо отметил Юрий Михайлович, подобные письма были уже прописаны, насколько я знаю, фактически во всех выборных регионах Российской Федерации. Я думаю, нам стоит последовать к позитивному опыту других регионов. У меня все. Готовы ответить на вопросы. Спасибо. Партия «Яблоко» хочет выступить с заявлением. Я представляю из себя вторичность буржуйской партии, партия «Яблоко». Перед теми выборами мы подписываем подобные соглашения. Они будут по-разному. Бывают даже в таких главных папках красивых. И тем не менее, значит, я сегодня выступаю с заявлением об отказе подписать это соглашение за честные выборы. Потому что наша партия не запятна ни в каких грязных махинат за время выборов. Наше Новгородское отделение обеспечивало присутствие всех участковых комиссий и работало честно. Мы обеспечили присутствие наблюдателей. И тем не менее, во время парламентских выборов, значит, были сделаны чудовищные нарушения. Мои молодые коллеги приходили с одними протоколами и благословыми забивали совершенно другие результаты. И мы никак не обладали права. Было предложение даже в учебной территориальной комиссии, чтобы добиться того, чтобы все-таки были исправлены протоколы. Мы их не добились. Поэтому наша партия, которое наше отделение, которое всегда честно, что участвовал в выборах, мы это соглашение подписывать не будем. Потому что мы не ведем никакого результата. Но, тем не менее, вы готовы, так скажем, по сотрудничеству общественной палаты и принять участие в форме общественного контроля, наблюдаться выборами? Это ваше полное право подписывать или не подписывать? Вы знаете, что? И последнее, что я хочу сказать. Когда у нас была представительная городская избирательная комиссия, и из 84-х человек мы потеряли 15 человек, мы не могли отстоять, если мы здесь уважаемые, и пристально порядочные, и честные люди, и когда наш представитель на вот эту святую территориальную комиссию вдруг неожиданно, он шел под патриотов России, и вдруг этот человек был неожиданно и даже очень уязвительно отозван патриотами России, и практически он не мог защитить наших представителей территориальной избирательной комиссии. Вот. И что хочу сказать о выборах? Это общее мнение, значит, членопарьки. Я много, она больше 500 человек. У нас, в чем случае, больше 5000 областей, больше, чем, например, 1500. Это выборы, мы знаем, что это у правильного человека. Видите, что два кандидата, которые на степени техничности. Поэтому в Домгородске должны проголосовать за митина или против митина. А наша задача яблочников отследить каждый год, чтобы ни один кандидат не потерял ни одного голоса. То есть мы обрисуемся устно, честно и добросовестно работать на выборах. У нас будут работать люди в нашем общественном комиссии города, Шилска, Ставлено, Боровича. И надеемся, что это будет еще и в Москве, и в Москве, и в Москве. То есть мы будем всячески помогать выборам, чтобы они были честными и добросовестными. Я правильно вас понимаю, что вы готовы при поддержке общественников, вы будете участвовать в избирательном процессе? Я правильно вас понимаю? Готовы с нами вместе это делать? Если мы подпишем какой-то документ между общественниками отдельно и яблочниками, не против лица? Я против. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, я бы сказал, что плачет правое тело. Я бы хотел спросить, что они отплачили, что слава не будет слышать давно, а потом что кому-то чуть не боятся, что когда они так выходят и так далее. Вы знаете, ну, наши представители, если он увидит в реальных комиссиях, причем занимают последние посты, я бы так отметил в разбирательных комиссиях, по всей области, между прочим, так уж, для сведения. Вот, но я не хотел бы по этому поводу хвастаться, потому что мы работаем. Вот у нас был кандидат наш, да? Почему-то он отказался, на самом деле, участвовать от партии и облака, причем у меня есть бумага о том, что по каким причинам кандидат отказался участвовать. Понимаете, вот эта торговля партиями своими какими-то условиями и так далее, она бы добрать не говорит, я вам скажу честно. Работать надо, просто работать. Я бы хотел в рамках всех этого предложить сделать мне на следующее. Кроме того, что мы здесь собрались, да, в рамках общественной организации, но все-таки было бы более длинной цели сообразно, чтобы создать какой-то совет при губернаторе или при областной думе, совет партии, которые также есть, например, сейчас в государственной думе, вот такую работу с дал наручным для себя, то есть не Павлайнский партию, вот этот совет вместе с Павлайнским, и, соответственно, вырабатывают реальную политическую линию на территории, ну, в данном случае, там, Российской Федерации. Я бы сказал, что у нас в Новгородском области тоже этот опыт был творчески учтен, и, наверное, не смогли бы это реализовать. Еще раз хочу, что надо подписывать это соглашение, поскольку все эти разговоры о том, что чему-то кому-то не хватает, кого-то куда-то не пустили. Вы знаете, почему-то в суды не обращаются. Вот у нас, если там что-то происходило, мы всегда обращались в суды и выигрывали. Если надо, мы жестко заявляли свою позицию и тоже выигрывали. И не обидно, ведь реальная избирательная комиссия, там, участковая избирательная комиссия никогда, нам, у меня, пытались, конечно, там, так или иначе, как было действовать. Вот решали все, делали, что-то. Поэтому к этому надо относиться как к реальной политической борьбе, не подняться в работе. Ну, а если мы, конечно, так не работаем, а делаем такие шага, ну, так, то есть, промоклассные политические заявления вместо работы, ну, вот мы приходим к тому, что вместо выборов какой-то балаган иногда устраивается, и так далее, и так далее. Поэтому я еще раз хочу сказать о том, что нам необходимо подписывать это соглашение за честные выборы, мы подпишем его, естественно, но и, соответственно, еще раз подчеркнув, то же предложение, с которым я вот хожу, о том, чтобы мы создали такой совет, и для того, чтобы партии могли и не парламентские веры принимать участие в выработке политики на территории Новгородской области, я надеюсь, это будет очень хорошо. Спасибо. Спасибо огромное, я говорил, что в полемнике выходили. Я не понял, что это ничего, что это не. Я второй раз это говорил. Да, да, вот как раз хотел бы передать, чтобы не было полемники, чуть попозже. Это не полемники, а просто оформление данного соглашения и понятно, в какой порядке идет у вас подписаться. Нормальные документы подписываются в алкоголитном порядке. Здесь непонятно, в принципе, расположение вот этих, как я не знаю. Мое предложение расположить их в алкоголитном порядке. Это будет более справедливо. Ну а в чем то есть к реальность этого момента? Ну, посмотрите сами на документы. Впрочем, я вообще ничего не могу понять. Так мы идем пофамильно, отталкиваясь от ФИО или от партии? Я считаю, что мое мнение это не существует. Изважаем. Ну, посмотрите. Это вызовет негатив среди в немской организации. Я все же это помню, потому что партия Яблаго очень четко выступила против закона о выборе губернатора, в частности об обмене стадии о самовыдвижении, тем самым грубо нарушив статью институции. Поэтому я хочу своему поняту ответить, что к нам приходили, значит, так как не были самовыдвиженцы, к нам пара, приходили люди, совершенно левые, смешные личности, которые требовали у нас самовыдвижения. Мне этих людей даже было стыдно вывести на оригинальный совет. То есть я отказывалась. Приходить, брать на закрутки, это требование. То есть вот, что привело к обмену стадии самовыдвижения о самовыдвижении. Михаила Владимировна, не вариант для нашей партии. Она не разделяла взгляд в нашей партии. И ее никогда не привели даже на заседание регионального совета. Поэтому мы дали ей четко это понять. Ну, на сегодняшнюю, на эту минуту, на действующую минуту, есть еще кому высказаться по этому поводу? Хорошо, берите слово. Представляете. Без сомнения, соглашение за счетный выбор надо подписывать. Мы его подписывали, ну, так же подписывали это соглашение. Не это, а подписывали типа такого же соглашения на предыдущих выборах. Вот. Наша партийная организация, местное криминальное отделение, выступает за это соглашение. И я хотел бы сказать вот что, уважаемые коллеги. Дело в том, что от каждой партии, при формировании территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии, были выдвинуты представители, которые вполне могут идти на работе на этих участках работы. И здесь наша партийная организация напрямую призывает всех новгородцев прибыть на избирательные участки и проголосовать. Выполнить свое конституционное право. Кто-то не подпишет дело их. Но я считаю, что это соглашение надо подписывать. Мы живем в европейдическом обществе. Все позволяет для того, чтобы исполнить свой конституционный ток. Еще есть кому-то добавить. Черепанова Федоровна. Я координатор проекта «Новгород. Территория честных выборов». Я надеюсь, многие из вас помнят о том, что этот проект реализовывался в марте этого года на президентских выборах. Это был очень удачный проект, который мы делали совместно с партией «Яблоко». И, собственно говоря, у нас вложились очень хорошие конструктивные отношения с региональной комиссией Великого Новгорода на матовских выборах. Мы не зафиксировали каких-то очень сильных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. И, собственно говоря, мы решили продолжить этот проект. Мы будем заниматься общественным убедением на выборах губернатора Новгородской области. Сегодня наш проект поддержан социации ООС. И, соответственно, мы будем обеспечивать Великому Новгороду, Великому Новгороду, Великому Новгороду, Старая Руссия, Шинском районе и Сальцах, общественное независимое наблюдение на выборах. Я вот услышала о том, что общественная палата на городской области вдруг называла свой проект очень похожий, но городская область, территория частных выборов, я уже не знаю, почему таким образом вдруг инфектировала общественная палата под наш проект. Но, тем не менее, я считаю, что чем больше будет общественных наблюдателей, тем лучше. Мы совместными усилиями, наверное, сможем с вами обеспечить себя честным выбором. Спасибо. Еще какие-то дополнения, предложения, выступления? Можно? Прошу вас. Да. Пожалуйста, друзья, ну, во-первых, я вас благодарю всем, что мы собрались здесь, пришли здесь, действительно, на городскую областную думу 24 сентября 2019 года. Обратился руководитель раучей группы общественной палаты на городской области по контролю за избирательным процессом Андреянов. И поэтому, значит, нам была просьба на то, чтобы организовать проведение данной встречи. Поэтому вам всем огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь собрались. Вам огромное спасибо за то, что вы высказали, как предположение сделает некий совет парламентских партий. И действительно, областная дума, она готова и к диалогу с различными партиями, с различными политическими течениями, которые у нас есть с жителями на городской области, для того, чтобы действительно формировать то законодательство, по которому будут жить жители на городской земле. То, что выбор состоится 14 октября, мы с вами в этом не сомневаемся. И, наверное, каждый из нас должен сделать все действительно, чтобы каждый человек использовал право, конституционное право, пришел на выборы и отдал свой голос. Спасибо большое. Спасибо. Независимо от того, участвует какая-то политическая партия в выборах или нет. Не участие в наблюдении, ссылаясь только на то, что партия не участвует в выборах, ну, это как минимум предательство собственного избирателя. Почему? Потому что в конечном итоге, даже если партия не оказалась в избирательных списках, интересы избирателей при этом, они не прекращаются. Выборы для избирателей, там, иных партий, которые не участвуют в выборах, они же не исчезли. Они все равно остаются. Кто не участвует? Кто не участвует? Кто не участвует? Ну, вы – да. Но, допустим, коммунисты, они у нас отказались. Это в качестве примера. Ну, по крайней мере, я не слышал о том, что вы не хотели бы участвовать в наблюдении. Ну, если они будут участвовать, я буду только раз. Ну что, если больше нет, есть еще, да? Прошу вас. Прошу вас. Ну, если поставить, то это будет плюс огромный. Вот это одни из тех, что действительно, кроме наблюдателей, есть еще элементы, которые не степенировали избирательные комиссии. Ну, сразу будет дополнение, и сразу, как частично ответил наш вопрос. Есть цифра, что из 85-53 участков 833 будут оборудованы, оборудованы и видят. То есть практически все. Есть еще какие-то комментарии? Ну что, я смотрю, у нас сегодня конструктивно есть два момента очень важных. Первый. Я бы хотел еще раз обратить внимание на инициативу Владимира Викторовича о создании Совета при губернаторе. Как я понимаю, законодательная власть в лице Ильи Владимировна уже поддержала эту инициативу, да? Илья Владимировна поддержала эту инициативу. Я думаю, что законодатели, вот и Илья Петрович, который здесь присутствует, мы должны это все обсудить. И я думаю, что будет это не важно. Хорошо. Время не так много. Хотелось бы ускорен тем, где второй момент очень важный, это подписание этого соглашения, с тем, с которым вы уже могли ознакомиться. Значит, у нас, как бы тут обратить внимание, в красивой папке. Значит, я предлагаю регламентно, приглашать буду по списку. Если кого-то стесняет сверху вниз, я могу снизу вверх. Павел Хавритов? Нет, нет, если сверху вниз смущает, я могу снизу вверх. Это будет генокатичная, если снизу вверх. Так, ну что, тогда Павел Хавритов, Андреева, Ольга Николаевна. Я отказываюсь. Хорошо. Значит, следующий, Павел Хавритов, приглашается сюда на подписание, Захаров Николаевич Иванович. Значит, пока проходит процесс подписания, еще раз скажу и напомню, что это соглашение носит открытый характер, будет опубликовано в средствах массовой информации, и очень важный момент. Кроме политических партий, еще могут поучаствовать в этом политическом движении, и общественной организации. Поэтому документом санит открытый, не обязательно сегодня, это можно подписать и позже, и принять участие в этом направлении. Денилин Роман Алексеевич. Секретарь Совета регионального отделения политической партии «Молодая Россия». Кириллов Виталий Петрович, координатор Новгородского регионального отделения политической партии «Молодая Россия». Ну, если не против, я просто после соглашения не буду, потому что все-таки решение не мое решение, а мы должны потом собрать, пока это стоит, а где надо в деле, мы не можем решить данное соглашение. То есть вы примите решение чуть позже, о чем у нас потом будет идти. Хорошо. Продолжение следует... Через небольшую паузу вписывая Елена Владимировна, Говорю, секретарь регионального политического совета Новгородского регионального отделения политической партии «Молодая Россия». Через небольшую паузу вписывая Елена Владимировна, чтобы соблюдены были все демократические принципы на сегодняшний год в истории. Тимофеева Светлана Викторовна, руководитель регионального отделения политической партии «Молодая Россия» в Новгородской области. Ульянов Владимир Викторович, председатель регионального отделения политической партии «Молодая Россия» в Новгородской области. Фадеев Анатолий Васильевич, председатель совета регионального отделения политической партии «Российская экологическая партия «Зеленая» в Новгородской области. Фадеев Анатолий Васильевич, председатель «Молодая Россия» в Новгородской области. то это тоже можно прямо сейчас делать. Если есть, то тоже вам. Отходите. Сейчас будут писать, и я буду представлять, какие организации. Российская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Окора России». Ещё кто-то здесь присутствующий? Представляете? Продолжение следует... Есть у нас ещё кто-то из присутствующих? До начала нашего мероприятия было объявлено общественникам, что есть такая возможность подписать. Мы из них не смогли присутствовать. Но я думаю, что этот документ будет носить более расширенный состав. Всем спасибо огромное. Подождите, пожалуйста, а вот когда мы встречаемся с общественными нашими организациями, если у кого-то вдруг возникнет желание написать этот документ, куда идти можно обратиться, где можно написать, так что можно будет подвести информацию? На этот вопрос сейчас ответить, это господин Андреянов. Да, спасибо за вопрос, уважаемый коллега. Значит, можно звонить непосредственно на телефон горячей линии 8800-333-2161. Звонок бесплатный со всех телефонов со всей Российской Федерации. И мы вам с удовольствием скажем, где будет находиться документ в данный момент. Ну что, в рамках регламента нашего мероприятия мы, скажем, выполнили все наши заявленные цели и задачи. Всем спасибо огромное. До новых встреч. Еще раз за территорию нашей общественной палаты. Спасибо. Спасибо.